Добрый день! Добрый день! В первом предложении мелодия излагается у прит-пиано унисон две октавы без сопровождения динамики пиано. Дублировка одной и той же мелодии в разных регистрах создает особый мистический тон. Добрый день! 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 Затем все эти построения фортепиано и флейфи повторяются на новом высоте, далее еще один вход у фортепиано приводитк к новому простему. Этот раздел является как бы темой данной части. Тема звучит довольно устойчиво и имеет спокойный и задумчивый характер. Начальный мотив вводится из той же вопросительной интонации из каденции флейта. Тема не замыкается ясным кадамцем, а органично переходит в сильный раздел, который можно назвать развивающим. В процессе развития постепенно начинают проявляться вопросительные интонации, которые в кульминации не только возвращаются к своему прообразу, но и становятся еще более напряженной. Вторая часть резко обрывается, и с сопоставлением начинается финансовая. Основная тональность финала – фа-мажор. Его форма во многом схожа с первой частью, вплоть до репризы главной темы, однако далее будет несколько неустойчивых разделов. Главную тему предваряет предыкту фортепиано. Сама тема по своему характеру и ритму напоминает народный танец. Ее мелодия по аналогии с первой частью проходит по очередному двух инструментов. В первом предложении она звучит у флейты, а во втором у фортепиано, причем второе предложение сокращено. Далее следует связующий раздел. У фортепиано появляется новый материал, имеющий более легкий характер и излагающийся в торцовой дублировке. При этом у флейты звучат фигурации, взятые из главной темы, благодаря чему стирается граница между разделами. Начальный анализ побочной темы и си-минор резко сопоставляется с окончанием предыдущего раздела. Теме также присуща легкость, но при этом ее характер более острый и саркастичный. Следующий после побочной темы раздел с одной стороны замыкает экспозицию, а с другой стороны приводит к разработке. В самой разработке материал главной темы звучит исключительно у фортепиано. Но несмотря на узнаваемость главной темы, она всего лишь выполняет роль фигурации, а на первый план выходит новая мелодия у флейты, главные движения которой напоминают побочную тему из первой части. В репрезе мелодия главной темы проводится только у флейты, но при этом представлены структурный вариант из второго предложения. Далее идет связующий раздел. Неожиданно становится то, что дальше возвращается материал из связующего раздела первой части. Этот довольно масштабный раздел по своему местоположению и форме можно назвать новой побочной темой, при этом он очень устойчивый. Материал этого раздела звучит у флейты на кварту выше по сравнению с первой частью, а у фортепиано на первоначальной высоте, но в ритмическом увеличении. Вместе с постоянно усиливающейся динамикой, расширяющимся диапазоном фортепиано, достигается кульминация всей санатина. Здесь звучит переход к каденции флейты, задействованный все регистрии фортепиано. Каденция флейты играет большую роль в драматургии финала. И несмотря на то, что она в основном построена на материале фигурационного характера, в ней наблюдается тенденция к некому успокоению. Это сделано для возможности нового подъема в заключительном разделе произведения. Хода начинается вниз к вреднистке. Изначально она звучит таинственно, но постепенно динамика и танк нарастает. В момент достижения наивысшей точки у фортепиано звучат мотивы главной темы в ритмическом, интонационном искаженном виде. Но последнее слово остается за флейты. Еще одно проведение мотива главной темы утверждает главный мизор финала. Так заканчивается весь цикл. Рассмотренные санатинами для флейты фортепиано «Витюйо» нашли в свое отражение некоторые романтические тенденции, такие как песенный тематизм, обращение к народному творчеству, применение к более цельной композиции за счет непрерывного развития на протяжении всего цикла. Нельзя не отметить влияние характерных признаков жанра инструментального концерта, таких как смена инструментов при изложении тем или смене разделов, а также использование конденции саверящего инструмента. Оригинальным композиционным решением является организация всего цикла в виде своеобразной санатной формы. Во-первых, это становится возможным благодаря интонационному сходству тем из разных частей. Так, корни основного мотива второй части в какой-то мере можно проследить еще в главной теме первой части, как в начале самой мелодии, так и в контрапункте к ней, соответствующие фрагменты представлены на свайте. В одном из последних разделов финала создается реминистенция на тему связующего раздела первой части, как фрагменты, представленные на свайте. С учетом транспозиции в финале образуется своеобразная санатная ритма, применительная ко всем языкам. Во-вторых, композиционное сходство финала с первой частью позволяет условно говорить о композиционной репризе. Тогда среднюю часть, силу и юниустойчивого характера, можно назвать композиционной разработкой, что усиливается еще и наличием предыдущего финала. Продолжая аналогию, все, что звучит в финале после реприза главной темы, можно назвать кодой, тем более, что там развиваются темы первой и третьей частей. Имеется и ряд других интонационных и композиционных арок, которые еще сильнее скрепляют цикл и свидетельствуют о том, что в данном произведении каждая часть немыслила вне контекста других частей. Спасибо за внимание. Продолжение следует...